Дорогие друзья! С вами снова Ёжик И всех мучает вопрос, куда я пропал Я на самом деле никуда не пропадал Я занят делом Я решил все свои силы направить На разработку своего мода И поэтому я пока не разрабатываю Ничего для Эксайла Не правлю какие-то свои скрипты Людям я продолжаю помогать Выделяю на это время И соответственно Целевая задача моя стоит Это написать мод Потому что там очень много работы Это все с нуля И сейчас как бы Момент такой загрузочной окно Я сделал, сделал вход, запись в базу То есть уже записываются игроки в базу Уже все это контролируется Сделал уже некоторые Нажатия на клавиши И так далее Пишу именно интерфейс дела Много уже написано И собственно говоря Доделывая уже трейд зону И многие мне говорят Да что ты там так долго Трейд зону эту делаешь Ребят Ну смотрите Это не то что вам сделать Трейд зону На готовом моде Вот в Эксайл возьмем Да То есть там трейдеры готовы Интерфейс у вас готовый У вас готово Уже все подготовлено Список оружия И все То есть вы уже просто берете И добавляете что-то свое То есть вы дополняете Вы берете там свой трейд создали Причем есть плагин Специально для Эксайла Да Который быстренько вам и торговцев Всех проставит А на моем моде Вот допустим взять И мне заново пришлось написать Торговцев Мне заново Естественно пришлось создать Интерфейс своего мода Мне нужно сделать Написать скрипты взаимодействия Продажи, покупки Скрипты взаимодействия Между самими торговцами И это очень большой Колоссальный труд Поэтому это не делается За 5 секунд И это вы должны понимать Но сейчас не об этом Сегодня я хочу вам Продемонстрировать такой момент У многих владельцев серверов Это будет больше касательно Не начинающих Потому что Начинающие вообще В РПТ не заглядывают У них часто вопрос какой-то Что-то не получается И у них им проще задать вопрос Чем что-то найти Какую-то проблему и ошибку Вот Но не суть Многие уже обращались И вот недавно Даже на софт-проект Человек написал Что вот такая вот вещь И как бы мне пришлось разбираться Ну как разбираться Я собственно говоря Просто взял Легко Нашел причину Посмотрел сам код Скрипт И понял чем беда Но на самом деле Конечно там есть приписочка Вот в принципе Можно было перевести Вот эти вот строки Да Вот эти И Ну это Экземпл Просто пример приводит И все бы стало понятно Но Я даже когда перевел Эти строки Не очень стало понятно И все равно я зашел в скрипт Но я сейчас вам покажу Собственно говоря Вы Можете увидеть у себя В RPT данных Вот такие вот строки Не одну У вас их будет несколько О чем это говорит У всех сразу Непонятно Эрор Эрор Ну все работает Да и все и работает Собственно говоря В чем заключается ошибка Ошибка заключается в том Что вы в спавн Там где вы прописываете Конфигурацию спавна Вы добавляете классы Оружия Допустим там Уже сразу С оптикой Там с глушителем Там Или еще дополнительными Элементами Вот как мы видим тут Вот у нас Глушитель Походу глушитель Если я не ошибаюсь Вот Ну и оптика И так далее И вот тут написано Используйте Обычный класс Вот на примере Катибы Они просто вот Показывают Что используйте Арифл Катиба Ф А не типа С там С прицелом С глушителем Не надо использовать Эти классы Сейчас я вам Покажу Вот собственно говоря Мы открываем Находим Да вот сейчас мы Кстати найдем Сразу Катибу Вот у нас Катиба Вот вы видите Класс Это обычный класс Катибы Без Ничего То есть Ничего нету Больше на ней Дальше идут Ну Разные Там Катибы Вот Есть Допустим С подстволом Ну с подстволом Можно В принципе Я не вижу Тут ничего Такого А главное Чтоб не было Вот видите У вас тут идет Модификация Прицелы То есть Такое все Дополнение К ним И вот У такие классы Не надо добавлять Их Ну не надо Потому что Это не очень Как бы Хорошо Так скажем Просто есть Спавн отдельно Где спавнятся У нас глушители Да там Спавнятся отдельно У нас там Прицелы И так далее А вы добавляете Уже целевое оружие Как бы это не является Конкретно Скриптовой ошибкой Да И что там Все хана Вашему серверу будет Нет Ну вы создаете Просто сами себе Проблемы Потому что Во первых Все эти классы Вам нужно будет Заносить в продажу Но это ладно Ну собственно говоря Сама эта ошибка Об этом вам говорит Что не добавляйте Классы Уже с Внедренными элементами Добавляйте Чистые классы Оружие То есть просто Чистый класс Оружие Но если у вас Под ствол идет То добавляем Вы можете добавить С под стволом Главное Чтоб не было Дополнительных элементов Как прицел Как глушитель Там Или еще Какие то Другие моменты Вот Собственно говоря И вся суть Этой ошибки Найти было В принципе Просто Я взял Скопировал Error Нажал Ctrl F Да И нашел В серверных файлах Именно В Excel сервер В серверных файлах Я искал И нашел Называется Script Excel Server System Process Noob Filter Ну вот Сейчас мы его И откроем Чтобы просто Вам объяснить И вы Понимали Этот момент Блин PPP Процесс Noob Filter Вот оно Вот собственно говоря Вот Формируется Эта ошибка И вот они Все фразы Которые Мы видим Тут Вот они Все пошли И этот же Example Пример Vapen Class Это перечисляются Все классы Это специально для вас Сделано для удобства В Excel Или чтобы вы видели Какие классы Считаются Плохими Да То есть Какие вызывают Ошибку То есть Вы можете увидеть Все эти классы Которые Вы добавляли Какие считаются Ошибкой И посмотреть И заменить Вы привыкли Как берете В редактор Заходите Оружку Там Или бота Допустим Накидали В него Там И все Как бы И Скачали И у вас Соответственно Может быть Один класс Оружие Уже с набитым Там прицел И так далее Ну Не делайте так Просто Если вы бота Одеваете Там Просто ему Оружку Давайте Без прицелов Без ничего А прицелы Отдельно Добавляйте В спаун Ну Я думаю Тут Вам Все понятно Надеюсь Многим Этим помогу Вот Ну А я дальше Приступаю К работе Над своим Модом С вами был Ёжик Всем Пока